Здравствуйте! На торговлю в электричках хотят ввести полный запрет. Нелегальных продавцов смогут удалять из поезда контролеры после того, как зафиксируют на видеокамеру факт торговли. Соответствующую инициативу в ближайшее время направят в Министерство транспорта, сообщает Известие. Как говорят авторы проекта, продукция, которой ведется торговля, может быть несоответствующего качества и представлять опасность для потребителей. К тому же запрет на торговлю в поездах не лишит пассажиров возможности перекусить в дороге. Ведь продукты можно купить и на вокзале. Эксперты опасаются, что полный запрет на торговлю в электричках лишь увеличит число нелегальных предпринимателей. В настоящее время торговля в электропоездах пригородного сообщения никак законодательно не урегулирована. Поэтому, напомню, штраф за нелегальную торговлю для физических лиц составляет до 5 тысяч рублей, для должностных до 10 тысяч рублей, для юридических до 200 тысяч рублей. Агентство по страхованию вкладов АСВ может попросить у Центробанка 110 миллиардов рублей, сообщает коммерсант. После отзыва лицензии у банка транспортной, вкладчиком которого нужно выплатить более 40 миллиардов рублей, стало ясно, что фонд АСВ пустеет. Сейчас размер фонда источники коммерсанта оценивают в 15-16 миллиардов рублей. Еще несколько миллиардов могут поступить в фонд в августе от завершения ликвидационных процедур, а также в виде страховых взносов банков за второй квартар. Однако АСВ не уверены, что этих средств будет достаточно. Сегодня Центробанк лишил лицензии еще три банка. Обслуживать клиентов прекратили два московских банка, метробанки и ОПМ-банк, и тюменский СИБ-нефтебанк. Причина – высокорискованная кредитная политика. Сотрудники полиции задержали известных пермских бизнесменов Дениса Бронникова и Владислава Шенкевича. Предприниматели задержаны в рамках расследования уголовного дела о выводе активов машиностроительного завода имени Дзержинского. Об этом сообщает местное время со ссылкой на свои источники. Денис Бронников был снят с авиарейса. При попытке покинуть Россию Владислава Шенкевича задержали в его загородном доме в Жибриях. Напомню, следователи расследуют ряд уголовных дел, касающихся выведения активов с завода имени Дзержинского. В середине 2000-х годов завод взял ряд кредитов, которые предприятие не в состоянии было выплачивать. Чуть позже завод вступил в процедуру банкротства. Был назначено внешнее управление. Фактически же предприятием на основании генеральной доверенности руководил Денис Бронников. Совокупные требования по долгам составили около полумиллиарда рублей. Доллары и евро после выходных немного снизились. Курс американской валюты, по данным Центробанка, составляет 52,82 рубля. Курс евро – 57,70 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok